Приветствую всех любителей саксофона! Сегодня очередная серия из рубрики Tips and Tricks. Я сегодня расскажу о том, как музыканты, играющие джаз, работают с метрономом. Как правило, люди, которые начинают работать с метрономом, ставят его на каждую долю. То есть если у них размер 4 четверти, метроном ставится на 4 четверти, первая доля сильная, 3 слабых, и человек играет под такой ритм. Это вполне нормальный способ, но джазовые музыканты предпочитают второй способ. Они ставят метроном на слабые доли. Давайте покажу на примере, что я имею в виду. Допустим, вы хотите сыграть пьесу Чарли Паркера «Due Square». Оригинальный темп 184, но давай сейчас возьмем рабочий темп помедленнее, чтобы все было понятно. Допустим, темп 140, и обычный человек ставит на метрономе 140 и играет под этот клик. Но я советую ставить темп в два раза меньше, то есть не 140, а 70, и воспринимать эти доли как слабые доли, как вторую и четвертую долю. Ни в коем случае не как первую и третью долю в такте, а именно вторую и четвертую. Давайте откроем приложение «Метроном». Я использую вот такой. Поставим темп 70. Я думаю, будет слышно. Это доли в темпе 70. Но подразумевается, что это вторая и четвертая доли. То есть, one, two, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. То есть, таким образом, мы пропускаем первую долю вообще, вместо нее пауза. Третьей доли, сильной доли тоже нет, а акцентируются на метрономе только вторые и четвертые доли. Я в конце объясню, почему это надо. Итак, давайте попробуем сыграть песню «Due Square» в темпе 70. То есть, это будет темп 140, если считать четвертями. Вот так выглядит работа с метрономом, если вы ставите его на вторую и четвертую долю. То есть, фактически, вы оставляете тот же размер, оставляете те же клики метрономов, только ставите темп в два раза медленнее. Это требует некоторой привычки. Первое время вам будет тяжело попадать на эти доли. И я советую для начала просто слушать джазовую музыку и щелкать пальцами, либо хлопать в ней вторую и четвертую долю. Искать эту вторую и четвертую, и не путать ее с первой и третьей. Когда это дойдет до автоматизма, то есть, вы сможете в любой музыке, в любой джазовой музыке, да и не только джазовой, находить вторую и четвертую долю, можно попробовать работать с метрономом. Кстати, когда к нам впервые приехали в гости друзья из Америки, еще в 90-е годы, они, когда слушали отечественную музыку русскую, они всегда хлопали на вторую и четвертую, хотя это была какая-нибудь Алла Пугачева. Это просто говорит о том, что у них это исконные такие вещи, которые связаны с музыкальной культурой, в которой они выросли. И эта вторая и четвертая доля, она просто везде у них используется. Например, вспомните какие-нибудь церковные песнопения, спиричуэлс или госпелы, которые они поют в церквях по воскресеньям. И всегда хор хлопает вторую и четвертую долю, никогда и первую и третью. И таким образом, кстати, можно отличить американского шпиона, потому что, например, даже в джазовой филармонии почти все зрители хлопают на первую и третью. И это очень странно выглядит в джазовой музыке. Итак, чем нам поможет вторая и четвертая доли и почему под нее удобнее работать? Первое, это привычка к слабым долям, потому что, как я уже говорил, барабанщик в джазовой музыке хэтом стучит на вторую и четвертую долю. Вы всегда эту долю слышите. Второе, это когда у вас метроном работает на каждую долю, то в принципе можно перепутать первую долю и четвертую, если она не отмечена отдельным каким-то другим звуком. То есть вы можете в процессе игры запутаться, когда у вас, допустим, полтакта паузы, еще полтакта паузы. Вот эти четыре пустых доли вы можете пропустить, перепутать и пропустить три доли или пять. А когда у вас стучит вторая и четвертая, то гораздо сложнее перепутать вот эти крупные доли, перепутать вторую и четвертую, это сложнее, чем перепутать третью и четвертую. Ну и наконец, если вы умеете щелкать на вторую и четвертую долю, это добавляет вам джазового пафоса. Попробуйте поиграть джазовую музыку на вторую и четвертую долю, я уверен, вам это понравится. Попробуйте поиграть на вторую и четвертую долю. Попробуйте поиграть на вторую и четвертую долю.